Вы уже встречались с произведениями Константина Георгиевича Паустовского «Корзина с еловыми шишками», «Скрепучие половицы» и изучали его биографию. Вспомним, что мы знаем о нём. Родился писатель в 1892 году в Москве. После нескольких переездов семья поселилась в Киеве. Паустовский учился в первой киевской классической гимназии. Когда он был в шестом классе, отец оставил семью, и Паустовский был вынужден зарабатывать на жизнь и учёбу репетиторством. Киев остаётся для писателя городом юности, о котором он вспоминает с теплотой. Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распахивалось голубоватое море. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Константин Георгиевич переехал в Москву поближе к родным. А когда началась Великая Отечественная война, Константин Паустовский стал военным корреспондентом. «Моя писательская жизнь началась с желания всё знать, всё видеть и путешествовать», — говорил Константин Георгиевич. Любовь к книгам у Паустовского началась, когда в канун 1900 года мама положила под ёлку для своего сына Кости книгу сказок Ханса Кристиана Андерсона. Эта книга для будущего писателя стала драгоценным подарком. Знакомство писателя с Мещерским краем тоже было необыкновенным. В булочной ему завернули хлеб в бумагу, на которой был обрывок карты. Забыв о хлебе, он начал изучать её. Я рассматривал карту, пытаясь найти на ней знакомый город или железную дорогу, чтобы определить, где находится этот край. Особое место в творчестве писателя занимает рассказы и сказки о природе и животных для детей. У Паустовского обычные явления природы становятся удивительными, фантастическими, говорящими. Своё стремление к чуду писатель воплотил в сказках «Дремучий медведь», «Растрёпанный воробей», «Заботливый цветок», «Квакша», «Похождение жука-носорога» и, конечно, сказка «Тёплый хлеб». Сказка «Тёплый хлеб» очень похожа на быль. Написана она была в 1954 году и издана впервые в детском журнале «Мурзилка». В начале повествования писатель знакомит нас с событиями, которые происходят в годы Гражданской войны. Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Раненого коня берёт к себе мельник Панкрат, он смог его вылечить, а вот прокормить не может, и стал конь ходить по деревне побираться. Деревенские жители жалели его. Однажды конь постучал в калитку Филькиной бабки, надеясь, что его накормят. Но здесь жил мальчик Филька, который был злым, молчаливым, неласковым. Он бросил краюху хлеба в снег. И после этого начались в Бережках чудеса. Сюжет развивается так, что реальные события тесно переплетаются с фантастическими. Автор рассказывает читателю о том, как всё поменялось в природе. После злого поступка Фильки, обидевшего коня, вдруг засвистел ветер, задул снег, началась метель, и колючий мороз прошёл по деревне. Природа отвечает на злой поступок Фильки, а его бабка рассказала о том, что сто лет назад в деревне уже был лютый мороз. Тогда обидел злой мужик раненого солдата. Случай, рассказанный бабкой, схож со случаем, который произошёл с Филькой и раненым конём. Писатель не оправдывает поступок Фильки, но и даёт надежду, что можно всё исправить. По совету бабки, Филька обращается к Мельнику Панкрату за помощью, понимая жестокость своего поступка, необратимость того, что произошло в деревне. Мельник Панкрат — один из главных героев сказки, воплощающий в себе народную мудрость, терпение, рассудительность. Мельник подбадривает Фильку, даёт ему совет — нужно запустить мельницу. Панкрат поступает мудро, понимая, что мальчик осознал свою вину. Сказка заканчивается примирением коня и Фильки. Мальчик искупает свою вину добрым поступком, конь его прощает. Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Образ хлеба красной нитью проходит через всю сказку. Сначала это мельница, потом солдат, просящий хлеб, раненый конь. Кусок хлеба ест Филька. Хлеб помогает примирить коня и Фильку. С этим словом мы связываем дом, семью, труд, землю, достаток. В сказке победило добро благодаря тёплому хлебу. На Руси всегда с почтением относились к нему. Хлеб всему голова.